МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Власть. Факта». Мы связываем факты прошлого и настоящего и ищем в них смысл истории. Как только не называли нефть, этроолиум, каменное масло, черное золото, кровь современной цивилизации, вот уже более 50 лет мы живем в нефтяную эпоху, когда нефть является для нас главным источником энергии, главным источником прибыли и главным источником войн, когда льется уже самая настоящая кровь. Так что же несет нефть нашей цивилизации? Долго ли еще продлится нефтяная эпоха? И самое главное, что нам делать, когда закончится нефть? Сегодня в программе. Фарман Салманов. Крестный отец большой сибирской нефти. Нефтяной шок 1973-го. Эмбарго на поставку черного золота в США и Западную Европу. Когда закончится нефть? И что нас ждет в будущем? 3000 лет назад в древнем Египте и Месопотамии люди собирали нефть с поверхности воды. Использовали ее при строительстве домов, для освещения, для бальзамирования. Сегодня мы снова собираем нефть с поверхности воды. Но делаем это по совершенно другим причинам. 20 апреля 2010-го года недалеко от побережья США загорелась и затонула передвижная платформа «Глубоководный горизонт», пробурившая в Мексиканском заливе самую глубокую на тот момент нефтяную скважину. 10 километров 680 метров. Пожар на платформе стал причиной крупнейшей экологической катастрофы, которую уже окрестили нефтяным Чернобылем. Авария показала, с каким огромным риском связано морское бурение. И заставила компании в очередной раз задуматься о применении более безопасных технологий и разработке альтернативных источников энергии. Ведь, как полагают специалисты, последствия катастрофы в Мексиканском заливе будут ощущаться еще на протяжении десятков лет. В этой катастрофе есть какой-то дьявольский символизм. Нефть, на которой стоит благополучие Америки. Вышка, которая должна была стать образцовой платформой, которая должна была доказать возможность глубинного бурения, вскрыть новые резервы на шельфе Мексиканского залива. И все это рушится, и нефть некой массой вязкой окутывает берега Америки, становится символом глобального зла. Нефть – добро или зло? Что она несет нашей цивилизации? Мы пригласили об этом поговорить сегодня наших гостей. Это Виктор Иванович Данилов-Данильян, член-корреспондент Российской Академии Наук, директор Института водных проблем, 10 лет бывший министром охраны окружающей среды и природных ресурсов. Добрый вечер. Добрый вечер. И Леонид Маркович Григорьев, президент Института энергетики и финансов, а также председатель правления Всемирного фонда дикой природы. Российского. Российского, да, российского. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот эта вот нынешняя катастрофа в Мексиканском заливе, она изменит как-то отношение к нефти как к ресурсу? Или пошумят и успокоятся? То же самое было с танкером Эксен-Вальдес. Я думаю, что будет так же, как с танкером Эксен-Вальдес. Пошумят и успокоятся. Никакой экологической катастрофы глобальной здесь и в помине нет. Это локальные неприятности, очень серьезные, очень дорогостоящие, очень сильно влияющие на репутацию. Но, тем не менее, за пределы американского побережья, ну, побережья Мексиканского залива, приходящегося на Соединенные Штаты, это не выйдет. То есть, Старая Чернобыль, это преувеличение? Это, безусловно, преувеличение. Это экономический ущерб, без какого-нибудь существенного ущерба для здоровья, без заражения больших территорий, только береговая линия. Экосистемы, конечно, очень сильно пострадают, но они восстановятся, потому что океанические экосистемы восстанавливаются довольно быстро, особенно в теплых морях, а это очень теплое море. Ну, и, кроме того, нынешнее благополучие Америки зиждется не на нефти. Но, с экологической точки зрения, есть еще один аспект. Эксон Вальдес не смылся за эти годы, так сказать, там все сидит, потому что север. И есть одно, как ни странно, позитивный, один побочный позитивный результат, как Мексиканского залива. Я думаю, что мы не дадим бурить на нефть в Арктике в ближайшее время, то есть, вот это будет затруднено. Я не очень в этом уверен. Дело в том, что наши шельфовые месторождения, и те, которые на Сахалинском шельфе, и эксплуатируемые сейчас, и, соответственно, Приразломное и Штокманское на Европейском нашем севере, это месторождения совсем другого типа, чем в Мексиканском заливе. Это относительно мелководные участки. Дмитрий Иванович, вот Вы и сказали, что благополучие Америки больше не зиждется на нефти. В принципе, насколько велика сейчас наша зависимость, нашей цивилизации от нефти? Больше ли она, выросла ли она за последние 50 лет? Нет, она сократилась, конечно, потому что идет распределение. Сократилась за последние 10, я бы сказал, лет. Ну, 15 лет. За счет чего? За счет появления новых источников энергии. А какой процент нефти в энергобалансе мировом? Я думаю, процент 30 еще есть. Даже побольше, наверное. 30-35. Но нефть практически стала топливом транспорта в основном. То есть, за исключением некоторых стран, прямо сидящих на нефти, ну, там кухни топят в Саудовской Аравии легкой нефти, как говорят, вообще без подмеса. Но за малым исключением на нефти сидит транспорт. Морской, авиационный, автомобильный. Из автомобиля его начинают выжимать частично газом, потом какими-то другими гибридами. Электричеством. В конечном итоге электричеством. Даже не водородом, а электричеством. Вообще наш рост экономический, современный, он становится все более энергоемким? Нет. Нет, наоборот. Начиная с 1974 года, после глобального энергетического кризиса, энергоемкость волового продукта во всех развитых странах неуклонно уменьшается. Все катастрофические прогнозы по поводу нашей зависимости от нефти, они в таком случае достаточно необоснованы. Опять-таки нужно разделить переменные. То есть, опасаться того, что мы перестанем получать вообще деньги за нефть и останемся без основного источника дохода, этого опасаться не надо. Потому что, как бы цены на нефть не колебались, все-таки они останутся еще довольно долгое время на таком уровне, при котором российская нефть сохранит свою рентабельность. А вторая проблема, второй вопрос состоит в том, а хорошо ли это, когда доминирующая часть валютных поступлений, как в настоящее время, определяется нефтью? Виктор Иванович, мы еще вернемся к этой теме нашей зависимости от экспорта энергоресурсов, а сейчас давайте вспомним тот эпизод, когда начался большой экспорт энергоресурсов из Советского Союза. В конце марта 61-го Никита Хрущев получил телеграмму из Западной Сибири. В ней было всего пять слов. Я нашел нефть. Вот так. И подпись. Салманов. Через несколько месяцев эта фамилия станет известна всей стране. 30-летний геолог Парман Салманов будет лично докладывать главе государства о результатах своей экспедиции. Открытие сибирской нефти – это как полет Юрия Гагарина, скажет он. Тогда его слова воспринимались как шутка. Никто не верил, что сибирская нефть станет столпом российской экономики. И во многом благодаря Салману. А ведь это его обвиняли в геологическом авантюризме, напрасной трате государственных денег и даже хотели отдать под суд. Сегодня трудно представить, но еще в 50-е годы прошлого века ученые считали, искать черное золото в Сибири бессмысленно. Советская Россия добывала нефть из крупных месторождений Азербайджана на Северном Кавказе и в Татарстане. Правда, еще академик Буккин в 1932 году утверждал, что это драгоценное сырье есть и на западной сибирской равнине. Но долгие поиски ни к чему не привели. Парман Салманов, выпускник Азербайджанского индустриального института, был уверен – надо продолжать искать нефть в Сибири. Но что мог сделать один молодой геолог против всего научного сообщества скептиков? Он пробовал убеждать. Говорил, что в Кузбассе, куда в 1954 году его направили начальником экспедиции, бурить бессмысленно, что надо двигаться в излучину Аби. Ему советовали оставить свои безумные планы, но это было не в характере Салманова. Кто хочет что-нибудь сделать, тот находит средства. Кто не хочет ничего делать, находит причину, сказал он однажды. И в 1957-м нашел средства сделать то, что считал правильным. Самостоятельно, без разрешения сверху, Салманов решил перебросить свою нефтеразведку из Кузбасса в Сургут. Вечером 18 августа 1957-го, баржи, груженные разборными домами, оборудованием и транспортом, двинулись в путь. Все рации были отключены. Биологи с семьями ничуть не сомневались, идти за ним или нет. Когда уже по прибытии разразился скандал, и Салманова за самовольство хотели отдать под суд, приехавшие с ним добровольцы пригрозили забастовкой. И тогда, чтобы не нагнетать обстановку, приказ о переброске экспедиции подписали задним числом. Но испытания только начались. Теперь Салманов должен был доказать – все не напрасно. На это ушло четыре долгих и трудных года. В марте 1961-го скважина взорвалась фонтаном нефти. Бурильный станок упал. Факел горящей нефти ревел над тундрой так, что шесть немецких стойбищ от страха удрали в тундру. А мы плясали вокруг этого огня и мазали друг друга нефтью. Так Эдуард Тополь в романе «Красный газ» описывал первый триумф экспедиции – открытие Мегионского месторождения. Первая сибирская нефть была добыта 21 марта 1961 года. Салманов знал – это только начало. Когда приступили к промышленной добыче, только с трех месторождений страна получила более 200 тысяч тонн углеводородного сырья. А менее чем через 15 лет из сибирских недр добыли миллиард тонн нефти. Азербайджану на это потребовалось 100 лет. Татарии – четверть века. Сегодня каждая вторая тонна черного золота Западной Сибири – это нефть из месторождений, открытых при участии Салманова. Всего их более 130. Именно эта нефть вливала силы в советскую плановую экономику и спасала страну от разорения в смутные 90-е. Какой был вообще эффект этих нефтедолларов? Он что, отсрочил коллапс Советского Союза? Конечно. Если бы не вот это вот… Безусловно. Еще как. Вне всякого сомнения. То, что Советский Союз просуществовал до 1991 года, это благодаря нефти. Если бы не это обстоятельство, советская экономика обрушилась бы раньше. В 70-е. И общество, и возможность закупать зерно, видимо. Ну, конечно. Так что значит… Что такое была нефть для Советского Союза? Это, конечно, продовольствие, потому что мы абсолютно далеки были к самообеспечению продовольствиями, прежде всего, зерном. Партия, правда, предпочитала говорить, что мы покупаем только фуражное зерно. Но все эти партийные шутки уже тогда были секретом Полишинеля и кроме улыбок ничего не вызывали. Мы покупали шерпотреб, мы покупали новое оборудование для заводов, которые строили. Практически очень помог шок в 70-х годах, потому что после него, когда цена поднималась, узнал… Хотя, конечно, чьих немцы и Восточная Европа внутри СЭО подняли цены на свой шерпотреб и прочее. Но все-таки, все-таки удавалось гораздо легче кормить. И вот примерно вторая половина 70-х годов – это короткий период такого потребительского бума до начала Афганской войны. И потом деньги пропали на войну. Но там дело не только в том, что на войну они пропали. Дело в том, что цена на нефть упала. Вы знаете, вот мы выходим на очень интересный вопрос. Вообще наши циклы внутренней политики, внутренних реформ, они вот привязаны к динамике мировых цен на нефть? Ну, я уже давно сказал, что российская экономика – это функция одной переменной. Вот когда спрашивают, а почему плохо то, что гипертрофирована развита нефтяная промышленность, что она так много поставляет денег в бюджет? Ну, то, что много поставляет, это, конечно, хорошо. Плохо то, что конкурентов для нее, кроме газа, никого нет. До 72-го года мировая цена на нефть была 4 доллара. Внутренняя цена в США была 8, и они брали 4-долларовый импортный налог, чтобы не закрыть внутреннюю нефтяную промышленность. В 73-м году картель поднял до 14 долларов, и это уже был продых. Имеется в виду ОПЕК? ОПЕК, да, ОПЕК. И с этой ценой нам стало легче, мы с ней с дуру влезли в войну. И как только у нас появился Горбачев, она рухнула назад на 15. На этом фоне перестройка, необходимость реформ, распад Советского Союза? Ну, прежде всего, еще совершенно неграмотная политика конца 80-х годов, потому что при ограничении цен на нефть сделали все возможное, чтобы не получать других доходов. Устроили борьбу с водкой, там была совершенно безобразная макрополитика. А есть вообще какая-то нижняя граница рентабельности, ниже которой, ниже этой цены российская нефть просто становится? Сейчас могу вам сказать точно. До 27 долларов за баррель российские компании платят нормальные налоги. И после 27 долларов Минфин забирает у них примерно 90% воловой выручки сверх 27. Фактически прогрессивный налог. Тяжелый прогрессивный. Единственный прогрессивный налог в Российской Федерации. Единственный. А по тем меркам, вот когда она упала до 20 долларов за баррель, до 15 долларов за баррель. С ним должно было бы жить при аккуратной экономической политике. В Советском Союзе тогда. Можно было протянуть, но они добавили разгром водочных доходов при полном безобразии. И плюс начали накачивать закупку оборудования, которое они могли использовать, и влезли в долги. То есть вот последние пять лет Советского Союза, это, конечно, мы помним прежде всего как гласность, но с точки зрения бюджетной и макроэкономической политики это было ужасно. Первый большой скачок цены, мне кажется, все-таки произошел это в 1973 год. Да, конечно, вкус почувствовали именно тогда. Давайте вот сейчас посмотрим как раз сюжет про вот этот вкус нефтяного бутерброда, который экспортеры нефти почувствовали в 1973 году. 6 октября 1973 года, когда весь еврейский мир готовился отмечать иудейский праздник Йом-Кипур, Судный день, египетские и сирийские войска атаковали Израиль. Так началась Четвертая арабо-израильская война. Она стала последней каплей в конфликте между нефтеэкспортерами Персидского залива и странами Запада, потребителями нефти. Цена нефти – одна из самых загадочных экономических материй. Споры о ее прихотливых виражах идут уже как минимум полстолетия. С середины прошлого века рынок черного золота пережил по крайней мере 18 нефтяных кризисов. Но самый неожиданный и самый сильный пришелся на 70-е и получил название «нефтяной шок». 17 октября 1973 года, в ответ на поддержку Израиля, арабские государства, входившие в ОПЕК, объявили эмбарго на поставки нефти странам Запада. Более того, договорились сокращать добычу на 5% ежемесячно до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в конфликт. Это был первый в истории случай применения так называемого «нефтяного оружия». Последствия не заставили себя ждать. В течение нескольких месяцев цена на нефть взлетела в 4 раза – с 3 до 12 долларов за баррель. Мировые рынки охватила паника. Первыми рухнули биржевые индексы США. Эстафету приняли Япония и страны Западной Европы. Замаячил призрак Великой Депрессии. Дошло до того, что некоторые американские штаты запретили рождественскую иллюминацию. А британский премьер-министр Эдвард Хеллс призвал англичан отапливать зимой только одну комнату. Казалось, нефтепроизводители поставили экономику Запада на колени. Однако кризис научил государство жить и при высоких ценах на нефть, и при дефиците топлива. Была введена серия жестких запретов на использование личного транспорта. В США правительство ограничило потребление бензина частными лицами и ввело нормы покупки топлива. В Австрии и ФРГ воскресенье было объявлено безавтомобильным днем. Тот, кто нарушал запрет, платил штраф в размере 800 марок. Сырьевой шантаж ОПЕК заставил ученых начать разработку экономичных автомобилей. Именно тогда появилась идея создать машину, расходующую 3-4 литра бензина на 100 километров. Началось строительство высокопроизводительных тепловых электростанций. Появились попытки заменить нефть альтернативными источниками энергии. А главным лозунгом Европы стало максимальное сбережение энергоресурсов. Коллеги, а в связи с этим сюжетом встает вопрос о цене на нефть. Она каким-то образом прогнозируема, контролируема? Я знаю очень много попыток. Причем, начиная по крайней мере с 1974 года. По крайней мере. Но я не знаю ни одной удачной попытки. Есть группа сумасшедших, которые предсказывают кризис каждый понедельник. И раз в 10 лет угадывают тем самым. А есть группа, которая предсказывает нефть. Ну, есть еще, до этого нас сегодня не касается. Вот ко мне регулярно приносят графики, где цена на нефть совпадает с днем рождения дочки. Ну, самое разнообразное доказательство правильности предсказаний. В основном путем подгонки кривых по размеру, по калибровке. Понимаете, цена на нефть в долгосрочном плане не может быть, конечно, ниже стоимости ее добычи и с учетом инвестиций. Вот сейчас цена, которая... И транспортировки. Ну, с учетом всех, естественно, издержек. В арабских странах это немножко иначе. Там дешевая нефть. Но там такие выросли государственные расходы, что они практически стали разновидностью издержек. Себестоимость кувертика нефти в 8 раз ниже, чем российская. Да. Но при этом... То есть они навешивают в эту цену, они в нее включают свои собственные госрасходы. Конечно. Но поскольку нету никакого другого производства, ну, почти как у нас, но все-таки, значит, то практически военные все расходы, безопасность Саудовской Аравии, вот вы прибавляете к цене, к издержкам нефти, и все, ниже эти цены они уже не могут идти. Они же растут? И растут. Значит, можно спрогнозировать рост цены? Да. Значит, есть некий уровень, ниже которого сейчас мир не может пойти. Это примерно 60-70 долларов. Ниже 60-70 долларов практически не осталось месторождений, которые рентабельно будут разрабатывать, ну, которые не пойдут. Вот поэтому, несмотря на тяжелый кризис, посреди тяжелых кризисов действует скрытый консенсус между двоинчиками, производителями, транспортировщиками и даже потребителями. На этапе, когда цена на нефть расслабилась от 20 до 40 долларов, шла мировая истерика о дорожании нефти, были проклятия в области ОПЕК. Сейчас, во время кризиса ОПЕК, картельными методами, держат цену, там, 70-80, ни одной жалобы на ОПЕК, ни одной резолюции Сената, даже наши сумасшедшие перестали разрушать ОПЕК. Я вам больше скажу. Даже кризис 73-го года, если внимательно проанализировать те события, совершенно однозначно говорит о том, что Соединенные Штаты не препятствовали ему, не хотели ему препятствовать. Во всяком случае, они никого, потому что они больше всех выиграли от него. Больше всех от кризиса 73-го года выиграли Штаты. Можно перечислить причины. Первая причина. В отличие от большинства европейских стран и от Японии, главные конкуренты Штатов, Штаты, добывающие страны. И достаточно много своей собственной нефти. Вторая причина. У Штатов были тогда очень надежные и жесткие, особые отношения с Саудовской Аравией. Они покупали нефть дешевле всех. Благодаря этому. Третья. Благодаря интенсивному характеру экономики, экстенсивному характеру экономики Соединенных Штатов, экстенсивному не в сравнении с СССР, тут наоборот, а в сравнении с Европой и особенно Японией. Да. Штаты могли легко пережить этот скачок. Не могли снизить. У них большой запас прочности был, как у нас сейчас по Киотскому протоколу. Вот примерно такая же ситуация. На этом фоне, вот вы говорите о росте государственных расходов, но ведь одновременно и появляется такая вещь, как нефтяной национализм. То есть появляется, я не знаю, там Боливия с Моралесом, появится Венесуэла с Чавесом. Нет, во-первых, он появился гораздо раньше. Как только цена подскочила с 4 до 14, начались национализации. Ну и в принципе нефть это не первый объект, из-за которого происходят подобные истории. Это уже все проходили. Каналы. Конечно. Может быть в дальнейшем идет, будет тенденция к все большей национализации нефти? Рост правительства, рост национализма. Она даже надо почти до упора. Уже практически нет. Практически нет. Да. То есть новые проблемы в связи с этим возникать не будут. А возможно ли, если хорошо, мы прошли от частной нефти к национальной нефти? От национальной нефти к глобальной нефти? Нет, мы прошли не от частной нефти к национальной нефти. Мы прошли от частной нефти к смешанной нефти. И в смешанной нефти немножко сдвинулись к государству. К государственной. Если дальше продлить эту линию, нефть можно считать глобальным общественным благом? Глобальным общественным достоянием? Нет. Нет. Она всегда будет национальной? Конечно, она жестко территориально привязана. Не отдадут. Даже при горизонтальном бурении? Это не делает погоды. Предмет спора составляет ничтожную долю в мировой добыче нефти. Мы сейчас поделили шельфсы с норвежцами, значит мы опять договорились. На самом деле это не будет. Национальная национализация нефти с точки зрения принятия хозяйственных решений гораздо важнее. Потому что, например, мировые нефтяные компании вроде как не национальные, они международные. Но в то же время признаки действия в пользу некоторых собственных государств заметны. Очень заметны. Очень заметны. Помимо всего прочего, они представляют собой, может быть, самый яркий в современной истории пример жесткого централизованного управления. Вы знаете, очень хорошо бы вы вышли на тему глобального глобализационного управления. Мне кажется, самое время сейчас нам посмотреть сюжет, который мы обозначили под знаком вопроса. Когда закончится нефть? Будущее нефти. К 2030 году нефть закончится. Такие предположения высказывают многие ученые-эксперты. Они подсчитали. В мире осталось приблизительно 168 миллиардов тонн нефти. У самих нефтяников другая арифметика. И более оптимистичные прогнозы. Они считают, что добычу нефти и газа можно развивать и вглубь, и вши. Если в начале века глубина скважин была 100 метров, допустим, или там вообще 20 метров на Абшироне, то сейчас средняя глубина скважин в России около 3 километров, а возможности открытия месторождения нефти и газа, то есть и до 10, и до 12 километров есть, а может быть и больше. То есть все зависит от того, какие мы деньги в это вкладываем и какие технологии мы применим. Вот мы сейчас говорим о том, что реально разведано, значит, из 30 миллионов квадратных километров, ну где-то, наверное, 5 миллионов квадратных километров. То есть одна шестая часть страны. Все остальное, это только как бы ресурсные догадки, это как бы теория подобия, из которой мы строим, из того, что тут могут быть ресурсы. Сегодня нефтегазовые компании взяли курс на Восточную Сибирь и шельфовую зону. По данным компании British Petroleum, в недрах России, помимо уже разведанных 11 миллиардов тонн нефти, залегает еще 43 миллиарда. То есть всего 54 миллиарда тонн. Это значит, что при ежегодной добыче 500 миллионов тонн, топлива хватит еще на 100 лет. У нас достаточно большие запасы нефти, особенно газа. И мы в состоянии еще много лет экспортировать, даже исходя из того, что у нас уже разведано. Не говоря о том, что мы потенциально можем значительно прирастить наши ресурсы. Замену черному золоту начали искать уже в начале прошлого века. В 20-е годы немецкие исследователи Франц Фишер и Ганн Стропш доказали, что жидкое топливо можно получать из твердых пород. В 1944 году нацистская Германия произвела 6,5 миллионов тонн бензина и солярки из угля. Сегодня все больше стран осваивают нетрадиционные возобновляемые источники энергии. К ним относят энергию морских приливов и волн, солнца, ветра, геотермальную энергию и биотопливо. Их главное преимущество – экологичность. В Дании почти четверть всей вырабатываемой электроэнергии дают ветроустановки. В Исландии для отопления домов используют геотермальные воды. В Бразилии автомобили уже давно заправляют биодизелем, который делают из рапса, кукурузы, водорослей или сои. А в Японии изобрели машину, которая может ездить на воде. Исследователи утверждают, что альтернативные источники энергии с годами станут доступнее, а процесс добычи нефти и газа будет усложняться и дорожать. Кто знает, что будет через 20-30 лет? Может, мы будем добывать гелий на луне и вообще откажемся от добычи нефти и газа? И тогда вопрос, что станет с нефтью через 100 лет, возможно, заменит другим. А будет ли вообще нужна миру нефть через 100 лет? Коллеги, ну как вам понравился этот прогноз из сюжета? Чрезвычайно понравился. Этими прогнозами, и такого рода прогнозами, человечество занимается с 30-х годов 19-го века. Ампер еще ими занимался. Предсказание о том, что что-то кончится через 10, 20 или 30 лет, было не 10, не 20, не 30, а больше. Ничего еще пока не кончилось. Поколение молодых людей ухаживали за девушками, устрашая их такими рассказами. Да, совершенно верно. Все женились, все счастливы, но все не кончилось. Во всяком случае, мы начинали с того, что нефть стала транспортным топливом. Поэтому прогноз потребления нефти должен быть привязан не к росту экономичному, а к транспортному прогнозу с вычетом, постепенным вычетом автомобильного топлива все ниже и ниже с переходом в развитых странах на электричный, на другие виды. Ну и каков ваш транспортный прогноз тогда? Ну, нас же волнует конец нефти. В 21 веке нефть не кончится. За счет сокращения потребления? Во-первых, за счет сокращения потребления, а во-вторых, за счет того, что будут открывать новые месторождения, собственно, нефти. В этом нет ни малейших сомнений. Но дорогой, конечно. И будут осваивать такие нефтяные месторождения, которые сейчас не эксплуатируются. Ну, например, те же бетуминозные пески. Технологии совершенствуются. Себестоимость добычи нефти в таких условиях, из такого природного сырья, из таких природных систем, будет, безусловно, падать себестоимость. Эта нефть будет становиться конкурентоспособной. Я думаю, что вот благодаря этим двум обстоятельствам, и снижению потребления, и вовлечению новых нефтяных ресурсов в сферу эксплуатации, нефть вообще не кончится в предвидимом будущем. Главный вопрос. Что все это значит для России? В России нефть дорогая. Это чистая правда по производству. Дорогая. У нас себестоимость высокая, да, текущие затраты высокие. И, совершенно верно, особенно велики капитальные затраты. Добыча нефти на полярном шельфе – это не шутка. Кроме того, огромные расстояния и так далее, и все это... Восточная Сибирь, она без дорог. С трубой, она удивительно сделана, с одной трубой, но вокруг нее нет даже тропки. Обслуживаются только вертолеты, да? Так вот, для России это собственная национальная экономическая проблема. Высокая себестоимость нашей нефти и, в принципе, отсутствие перспектив ее существенного снижения. Этих перспектив нет. Поэтому мы все время где-то будем, сидя вот на этом самом, на этой нефтяной игле, будем все время балансировать около точки, которая отделяет благополучие от катастрофы. Наш бюджет навсегда, так скажем, на обозримую перспективу привязан к цене барреля. Давайте все-таки еще раз посмотрим, как это устроено. Бюджет не зависит от газа, он зависит именно от нефти, а именно от экспортной пошлины. Я уже говорил, что это пошлина на стоимость экспортируемой нефти выше 27 долларов. Причем этот налог очень важен дополнительно, потому что он эквализирует внутренние цены на нефть и на зарубежные, потому что иначе вся нефть уйдет. То есть там у него много целей, так сказать, это непростая игрушка. При нынешних 70-80 долларах мы сидим в дефиците, мы выходим в нуль по бюджету за счет нефтяных денег. Ну где-то при 90-100 долларах. Но это не предвидится. Я думаю, что реалистично смотреть, по крайней мере пока мир выходит из кризиса, еще 2-3 года. Ну вот на 2-3 года, больше это безнадежно смотреть. Дальше смотреть точно, вы уже спрашивали у нас про прогноз. На 2-3 года, думаю, что вот этот уровень цен должен сохраниться. Потом есть два варианта развития событий. Один, когда вдруг, скажем, не вложили достаточно в нефть, бурение в мире, вообще расходы на нефть и газ в мире во время кризиса упали на 30%. Поэтому если международные энергетические агентства, например, плачутся, что где-то там к 15-му году может быть нехватка, если не компенсировали выбывающие. То есть теоретически возможен взлет цен, но он будет краткосрочный и очень неприятный для всех сторон, как это было в 97-м. Он, как всегда, активно стимулирует энергосбережения, все бросятся экономить. А альтернативные источники, насколько, так сказать, они к середине века станут реальны? Ну вот скажем, в ЕС они, по-моему, 20% хотя к 2020 году. Они выполнят эту программу, и вы сами прекрасно понимаете, что 20% для Европы это не шутка. А перспективы там очень большие. Есть много людей, которые с такой же легкостью, как вот прогнозисты говорят о том, что к 30-му году нефть кончится, говорят о том, что на возобновляемых источниках энергии человечество жить не сможет. Что их доля в энергобалансе есть и будет, ну, не ничтожная, но во всяком случае не столь существенная. А я, например, считаю, что можно по крайней мере половину обеспечивать энергетические процедуры. По крайней мере половину. Ну вот тут действительно мы живем сейчас в мире очень интересных вероятностей. Появился доклад, который утверждает, что к 50-му году Германия может на 95% обеспечиться возобновлением. Это Германия. Но это Германия и это все-таки перебор. Вся германская мысль направлена на экономию. Но, окрайно говоря, это вопрос дисциплины. Вопрос энергетики это вопрос дисциплины. Во многом это вопрос дисциплины. Экономии люди экономят, но понимаете, в Европе люди реально экономят. Нет, и кроме того, Германия бесспорный лидер по энергосберегающим технологиям. Им хочется. Бесспорный лидер. Да, им хочется. Хочется из экономических, они психологически на это перестроились. То есть Германия голосует за это. Германия в этом смысле никак не привязана к цене на баррель, к этому самому баррелю. Меньше всех привязана, меньше всех. Я еще ищу себя двух. Германия и Дания, плюс Англия, у которой двойственная ситуация, поскольку это добывающая страна, но по технологичности в части энергосбережения, энергоэффективности британцы идут после немцев и датчан. Вы знаете, вот к вопросу о барреле, на котором, собственно, зиждется вся эта империя нефти, слово, понятие барреля, бочка, у этого слова есть интересная предыстория, которая, в общем-то, пахнет рыбой. В 1862 году официальной единицей объема нефти стал баррель. В США, где нефтяной промысел начал стремительно развиваться еще до появления железных цистерн, черное золото перевозили в деревянных бочках, по-английски баррель. Их делали такого же объема, что и бочки для сельди. А согласно указу, подписанному еще в конце 15 века в Великобритании, объем сельдяной бочки равнялся 42 галлоном, что составляет примерно 168 литров. А вот помните, еще года два назад у наших бизнесменов была в ходу такая поговорка, как дела, отвечает, 100 за баррель. Все нормально, все отлично. Эти времена вернутся еще? Ну, 100 за баррель. Не исключено. Взлет цен летом 2008 был очень специфический, но это было 147. 147, да. Поэтому взлет возможен, и Международное энергетическое агентство всех этим пугает. Но опять, это скорее всего краткосрочный взлет, куча неприятностей для тех, кто поверит, что у него такие доходы будут всегда, как у нас в какой-то момент все обратно. С вероятным последующим срывом, короче говоря. С мельчим срывом. Но мне хотелось к нашей беседе об экономии в Германии добавить... Да, почему Россия не Германия? Я имею в виду маленькую вещь, которую предлагаю телезрителям проделать самим со своими друзьями на работе, родственниками или на день рождения. Спросите всех знакомых, вот внезапно для них, сколько они заплатили в прошлом месяце за электричество. Все мои попытки в Москве на лекциях, там, спросить, значит, не поднимают руку никто. Я знаю, потому что спрашиваю, и то не точно. У жены спрашиваю перед лекцией. Вот, значит, выясняется, что бедные люди не помнят, потому что небольшие деньги они мало тратят. А богатые не интересуются такими мелкими ценами, потому что деньги обеда в ресторане. Значит, до тех пор, пока население психологически не перешло на экономию, очень трудно что-то сделать. Ну, на этом призыве считать рубли, копейки и мегаватты мне остается только поблагодарить наших гостей Виктора Иванова Данилова Данильяна, члена корреспондента Российской Академии Наук, директора Института Водных Проблем, и Леонида Марковича Григорьева, президента Института Энергетики и Финансов. Ну, и наших телезрителей также призвать считать эти самые мегаватты. И вы знаете, от себя хочу в заключение сказать, что однажды я видел эти самые баррели, эти ржавые 168-литровые бочки, которые десятками, сотнями тысяч были завезены на наш крайний север. Я работал корреспондентом на Чукотке и видел, как они повсюду стоят, совершенно бездумно, безалаберно разбросанные по тундре, по всему побережью. Недавний фильм Алексея Попогребского, как я провел этим летом, он как раз использует эту тему. И для меня вот эти вот ржавые бочки, это некий символ нефтяной эпохи, нашего бездумного, расточительного отношения к собственной планете. И неизбежности той ситуации, когда, я надеюсь, наши российские бизнесмены будут приветствовать друг друга словами не 100 за баррель, а в информационной парадигме 100 за гигабайт. Это была программа «Власть факта». Спасибо, что были с нами сегодня и этим вечером. Увидимся на телеканале «Культура» ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин